26 сентября. День Корнилия. Назван в честь священномученика Корнилия Сотникова. Он был язычником, но вел праведную жизнь. К нему явился ангел и повелел найти апостола Петра. Корнилий выполнил это указание, а Петр крестил его у себя в доме. Корнилия считают первым язычником, который принял христианскую веру. Далее Корнилий стал епископом. Его рукоположил сам Петр. Потом он разрушил языческий храм, после чего многие язычники уверовали во Христа. С этого дня корень в земле не растет, а зябнет и засыпает. Убирают все овощи и корнеплоды, картофель, брюкву, морковь, хрен. Из этих овощей крестьяне готовили большое количество блюд. Например, похлебку. Редьку натирали на терке, добавляли немного нарезанного лука и заправляли квасом с постным молоком. Редьку можно нарезать тонкими ломтиками, посыпать соли и дождаться, пока из нее выделится сок. Ели с растительным маслом. Вообще редьку считали едой бедняковым. Но это весьма полезный корнеплод. Морковь употребляли как в вареном виде, так и в свежем. Прекрасный по всем параметрам корнеплод. Репу могли парить, варить и даже есть сырой. Из свеклы готовили борщи и свекольники. Само название борщ. Блюдо получено от борщевика. Растение, изначально входившего в традиционный рецепт борща. Сегодня улетали в теплые края последние грачи. В этот день можно садить яблони и смородину. Приметы. Дождь сегодня пошел к урожайному году. Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал. Поставьте лайку. Дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать. А для того, чтобы вам помогать.